Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 20 апреля. Представляю вашему вниманию торговый план по канадскому доллару и нефти марки Brent. В последнее время эти активы корректировались вместе с остальным рынком, однако сейчас показываю динамику, которая намекает на окончание фазы коррекции и начало новой фазы тренда. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот перед нами канадский доллар. Здесь канадский доллар по предполагаемому сценарию не пошел. Целевая область так и не была достигнута. Пара усиленно цеплялась за уровень 1.2527, где ожидалась поддержка, но в конце концов оказалась все-таки ниже. Данный уровень уже нарушен и сейчас цена направляется к уровню 1.2453, являющийся разворотным. Общий характер движения пары все еще остается флетовым, с небольшим нисходящим уклоном в рамках давнего диапазона. Сейчас растет вероятность, что может последовать резкий провал котировок к предыдущим минимумам, поэтому приоритет меняется с восходящего на нисходящий. Ну и вот на актуальном графике подтверждением этих намерений на подобное снижение станет окончательное закрепление цены в текущем диапазоне цен с вероятным ретестом сопротивления на 1.2527. Невозможность пробить эту ценовую зону с последующим отскоком вниз уже даст сигнал на начало нисходящего импульса, который нацелится в область между от 1.2376 до 1.2253. А вот окончательный сценарий будет отменен, если пара уйдет выше разворотного уровня на 1.2584. А вот нефть марки Brent наконец определилась с направлением и, похоже, из долгого флета решила выйти все-таки вверх, вопреки ожиданиям на продолжение крупной нисходящей коррекции. Цена уверенно пробила сначала сопротивление на 64.61, а затем и разворотный уровень на 65.63, впоследствии довольно уверенно закрепившись выше. В данный момент котировки торгуются уже в районе отметки 67.80. И вот данный пробой сигнальных уровней однозначно отменяет последний сценарий на снижение и сменяет приоритет с нисходящего на восходящий. А закрепление в нынешней ценовой зоне даст сигнал на продолжение восходящего тренда к последним локальным максимумам. Ну и наконец на актуальном графике подтверждением намерения на продолжение восходящего движения станет уверенное закрепление над текущим уровнем поддержки, который расположен на уровне 67.29 с его повторным ретестом и попыткой пройти ниже. В этом случае уже последующий отскок от этого уровня даст возможность сформировать заходную информацию, что станет сигналом на начало роста в рамках новой волны, которая нацелится в область между 69.93 и 70.65. А вот отмена текущего сценария уже состоится в случае прохода в область ниже разворотного уровня, который расположен на отметке 65.63. А на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.